Если вы любите онлайн игры, то игра Black Desert то, что вам нужно. Вы можете создать себе абсолютно любого персонажа, собрать свой собственный клан или даже основать замок. Качайте Black Desert по ссылке в описании совершенно бесплатно. Всем привет! То, что в седьмом, да и возможно еще в восьмом сезоне будет происходить борьба за власть между лордами Вестероса, это вполне предсказуемая вещь. Но существует и другая угроза, намного более страшная, чем междуусобные войны. А именно нашествие с севера Белых Ходоков и наступление вместе с ними долгой и страшной зимы. Давайте сегодня поговорим о том, насколько вероятен вариант повторения Долгой Ночи в Игре Престолов, а также о том, что в таком случае произойдет. Для того, чтобы лучше понять, что же это такое Долгая Ночь и какую опасность она несет, давайте вспомним, что на этот счет говорят источники. Долгая Ночь – это событие в истории Вестероса, зима, которая длилась целое поколение. Поля, леса и города засыпало огромным слоем снега, солнце не показывалось людям и они тысячами умирали от голода и холода. Тогда же под покровом ледяного мрака появились Белые Ходоки. Все эти события происходили около 8 тысяч лет назад. Белые Ходоки наполнили ужасом сердца всех живых. Они уничтожали все на своем пути, а убитые ими вскоре восставали и становились мертвыми слугами своих господ. Лучше всего об этих событиях рассказывает маленькому Брану старая Нэн. Тысячи лет назад пришла ночь и длилось целое поколение. Короли умирали от холода в замках, а пастухи в своих хижинах. Женщины душили детей, чтобы не видеть, как они голодают. Так а что же произошло дальше? Дети леса объединились первыми людьми и дали иным последний бой, который назвали битвой за рассвет. Общими усилиями и великими жертвами им каким-то образом все-таки удалось победить Белых Ходоков. Их прогнали на крайний север, а весь остальной Вестерос отгородили великой стеной, огромным сооружением, которое преградило путь всему, что осталось на севере. С того времени прошли тысячи лет. Истории о иных стали восприниматься как сказки, а сама стена превратилась больше в средство защиты от одичалок. Но увы, все самые страшные истории оправдались, и что теперь 8 тысяч лет спустя надвигается с севера, никто толком не знает. Но вернемся к нашему седьмому сезону. Как мы помним, в нем зима уже наступила. Причем ей предшествовало необычно долгое лето, а это значит, что зима, наступившая вслед за ним, будет еще дольше. Также мы помним, что именно долгой зимой впервые появились Белые Ходоки. Что ж, если их не было уже 8 тысяч лет, а теперь они вновь объявились, это также не сулит скорой весны. Хотя в сериале иные не пришли неизвестно откуда, их для защиты от первых людей создали Дети Леса, еще до наступления Долгой Ночи. Будет вернее сказать, что иные принесли за собой зиму. По крайней мере, как мне кажется, именно так нам это пытались показать в шестом сезоне. Но, как бы там ни было, пришли ли иные из холода, либо принесли его с собой, суть от этого не меняется. В шестом сезоне уже наступила зима, а появление вслед за ней Белых Ходоков остается только вопросом времени. Так что же произойдет, наступит ли вновь долгая ночь, которая погрузит мир во тьму? И да и нет. Я думаю, что суровая и страшная зима, конечно же, наступит. Само название Ветра Зимы говорит об этом. В то же время, не думаю, что эта зима затянется на поколение, так как сезона у нас все-таки всего два, и маловероятно, что все закончится полным вымиранием. А значит, нас ждет, скорее всего, в восьмом сезоне новая грандиозная битва света против тьмы. Может быть, туда же вплетут легенду о последнем герое, либо же Азора Хая, кому как нравится. Суть не в этом, а в том, что, вероятно, в решающей битве все-таки появится главный герой, который поведет всех остальных за собой. По законам жанра все указывает, что таким героем должен стать Джон Сноу. Впрочем, это, конечно, еще не факт. Ну и немного насчет Детей Леса. По книгам они участвовали в решающей битве против иных и помогли людям одержать победу, заложив позднее в Великую Стену свои чары. В сериале же они собственноручно создали Белых Ходоков. Как бы там ни было, Дети Леса должны знать, каким образом можно с ними бороться. Так что не исключено, что мы с вами увидим продолжение или даже повторение событий, которые впоследствии стали легендой о Долгой Ночи и Битве за Рассвет. Одним словом, все самое интересное нас ожидает, возможно, даже не в седьмом, а уже в восьмом сезоне. Но это, конечно, лично мое мнение. А что думаете вы на этот счет? Пишите все ваши мысли в комментариях. Ну а у меня на сегодня все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, делитесь им. Ну и, конечно же, не забывайте подписываться на наш канал, если вы еще не подписаны. А сейчас вы можете посмотреть другие классные видео о Игре Престолов. И всем пока!